Все, что вы хотели узнать о стиле, но боялись спросить. Лукбук. София Принц. Стиль – это простой способ говорить о сложных вещах. В эфире Лукбук – самое честное шоу о моде, где будут раскрыты все секреты стиля. С вами София Принц, и я официально беру на себя ответственность не упускать из виду ни один тренд. Обещаю держаться в курсе последних модных событий и не забывать о том, как выгодно подчеркнуть свои достоинства. Главной одеждой становятся пуховики и теплые вещи. Вы посмотрите, как в пуховике можно выглядеть актуально. Я, конечно, понимаю, что все вы, девочки, любите блистать шамбре от Лагодаймон. Мы увидим два модных актуальных образа на зимний сезон. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как надо одеваться во время морозов. Пусть для кого-то это прозвучит просто, но музыка и мода действительно тесно взаимосвязаны. Артисты становятся иконами стиля, а дизайнеры зачастую вдохновляются популярными хитами. Пока за окном становится все холоднее, мы точно знаем, как вас согреть. И специально выбрали пять лучших песен о моде, которые непременно должны войти в плейлист любой фэшионисты. На пятом месте Леди Гага с песней «Пэшн». Собственно, название этого задорного хита, вошедшего в саундтрек к фильму «Шапоголик», говорит само за себя. Певица признается в любви к коллекциям знаменитых брендов, а также в очередной раз провозглашает вечный принцип – красота требует жертв. Ну а стильные кадры и прекрасная работа режиссера заслуживают отдельного внимания. Четвертое место занимает дива музыки и красоты Кристина Агилера с песней «Глэм». Она знает толк в гламуре и готова делиться своими знаниями со всеми. Собственно, этому она и посвятила один из своих треков. Ритуал красоты у Кристины Агилеры перед важным событием включает нанесение макияжа, выбор правильного платья и повторение мантры о собственной неотразимости. Дженнифер Лопес давно удивляет своей вечной молодостью и энергией. Поэтому кому как не ей петь о моде и любимом предмете гардероба всех женщин. Так что знайте, Джей Лопес посвящает хиты не только самой выдающейся части своего тела, но и любимой обуви. Песня о лабутенах, конечно, в первую очередь о расставании. Но уходит Дженнифер от нерадивого возлюбленного непременно в них, чтобы бывший мог любоваться только красной подошвой и страдать. Обойти стороной модный рейтинг уж точно не мог Канье Уэст. Конечно, в дискографии известного модника довольно много песен о фэшн-индустрии. Но в качестве примера приведем лирику, где Канье Уэст буквально поражает слушателям знания модных брендов и имен моделей. В такт музыки знаменитые модели шагают в разные стороны, напоминая модное нашествие. А дизайнерские наряды и холодные взгляды не могут не завораживать. На первом месте расположилась Гвен, Степани и Ив с песней «Рич Гелл». В этом клипе вы увидите все, что любят девочки в любом возрасте. Нарядные куклы, танцы и роскошные интерьеры. Песню Гвен, Степани описывает идеальный мир шапоголика. Неограниченное количество средств, наряды ведущих дизайнеров, особняк в Голливуде и дом в Лондоне. За такое количество роскоши мы вручаем клипу первое место. Ну а после танцев пришло время поговорить про то, что волнует всех девушек этой зимой. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как точно не надо одеваться во время мороза. Русская зима – это не самое простое время для модных образов. Ведь главной одеждой становятся пуховики и теплые вещи. Но такая многослойность не всегда бывает удобной, а тем более красивой. Как выглядеть стильно и при этом не замерзнуть, предлагаю узнать прямо сейчас. Прошу нашу модель показать собственный образ с пуховиком. Разобрать образ на детали, указать на ошибки, подчеркнуть достоинства нам поможет стилист Константин Кошка. Всем хай в этом чате. Константин Кошка знает все о стиле, трендах и сочетании одежды в каждом гардеробе. Он расскажет, какие именно пуховики в моде в этом сезоне. А еще объяснит, чем лук, собранный нашей моделью, отличается от актуального модного образа. Пощады не будет. Записывайте все по пунктам и запоминайте. Ведь Константин Кошка выходит на разбор образа прямо сейчас. Приветствия. Доброе утро, Костя. Скажи, пожалуйста, какие ошибки совершены в этом зимнем образе? В городских условиях порой бывает очень трудно выглядеть и модно, и тепло. Но мы с вами, девочки, живем в 21 веке, и дизайнеры даны давно уже придумали массу решений. Давайте же разберем основные ошибки этого чудесного зимнего образа. Ошибка номер один. Я, конечно, понимаю, что жизнь молодой и перспективной девушки очень активна. И сначала ты идешь в университет, потом на работу, потом на свидание, а потом ты даже не знаешь, куда тебя занесет этот день. И ты пытаешься надеть на себя все, что угодно, и быть готовой ко всему. А сверху ты пытаешься надеть пуховик, потому что он может все скрыть. Но, дорогие девочки, так делать не надо. Продумывайте, пожалуйста, свои образы до мелочей, чтобы у нас не получилось что-то вот такое. Ошибка номер два. Моя любимая. Это не менее любимые колготки бежевого цвета. Но не просто бежевые, а с люрексом, с блеском. Я, конечно, понимаю, что все вы, девочки, любите блистать шамбре от Лагодаймон. Но, пожалуйста, носите лучше черные вместо бежевых. София, мне кажется, у тебя назревает какой-то вопрос. Да, вопрос, а что, если я все-таки предпочитаю телесного цвета колгот? Я бы их бы сжег и оставил бы только в гардеробе черные плотные колготки на зимнее время года. Потому что, к сожалению, вы никогда не подберете колготки бежевого цвета тон в тон к своей коже. И будете выглядеть, как будто вы сходили только ножками в солярий. Ошибка номер три. Обратите внимание, пожалуйста, на обувь. Ничего не имею против этих сапожек из замши. Спасибо большое, Юля, что не на шпильке. Но, пожалуйста, этот ансамбль с мини-платьем и с пуховичком, точнее, с паркой, меня немножко напрягает. Выбирайте лучше ботинки на тракторной подошве или, например, кроссовки. Ну что, сколько можно обсуждать уже этот потрясающий лук, подобранный нашей Юлей? Давайте, наконец-то, переоденемся в нормальный и отправимся на прогулку. Наша модель переоделась. Давайте посмотрим дефилер с новыми актуальными деталями от нашего стилиста Константина Кошки. Юля, ну совсем другое дело. Ты как будто с прогулки или с фэшн-показа. Вы посмотрите, как в пуховике можно выглядеть актуально, свежо и, главное, тепло. Дизайнеры представили миру уже огромное количество пуховиков, которые стали отличной альтернативой главмурным шубам. Это может быть халат, жилет, бомбер. Мы отдали предпочтение пуховику в стиле оверсайз – ядреного зеленого цвета. Обратите внимание, как стилистически мы подчеркнули фигуру нашей модели. Потому что зачем скрывать такое? Кстати говоря, в этом образе наша Юля очень похожа на героиню популярного сериала. Сейчас. Не будем его называть, но мы все ждем второй сезон. Ну и завершает наш список плюсов в этом образе мои любимые черные плотные колготки в сочетании с не менее любимыми грубыми ботинками. И обратите внимание на питоновый принт. О нем мы уже говорили в предыдущих программах. Поэтому не переключайтесь. Костя, скажи, пожалуйста, есть какой-то универсальный совет для всех девушек, которые собираются приобрести пуховик? Конечно, есть. Пожалуй, самый актуальный и модный образы с участием пуховиков получаются с моделями оверсайз и укороченными. С ними отлично будут смотреться не только джинсы водолазка или, например, юбка с топом, как у нашей Юли, но и женственные платья с лодочками, как на тебе, Софи. Если вы спросите меня, какой же самый модный цвет в этом сезоне у пуховика, я вам отвечу – любой. Если вы хотите выглядеть на парочку, килограмм меньше, рекомендую вам обращать внимание на пуховики с резиночкой или, как их называют иногда, с кулиской, которую иногда можно затянуть, а иногда можно и ослабить. Или, например, на модели с поясом. Так вы сможете подчеркнуть свою тонкую талию. А короткая модель, Костя, не подчеркивает талию? Софи, тебе хорошо все. И оверсайз, и длинные, и короткие. Так что, если у вас такая же фигура, как у Софи, вы можете позволить себе абсолютно любой пуховик. Спасибо тебе, Костя. Я уже взяла твой совет на заметку. Предлагаю сфотографировать данный образ и поместить его в наш лук-бук. А в конце сезона мы разберем главные тренды текущего года. Обожаю это занятие. Благодарю нашего эксперта и модель и перехожу к следующему, немаловажному аспекту моды. Бай! Когда на улице снег, то все родители стараются одеть своего ребенка не только тепло, но и так, чтобы он не промок во время игры в снежки или катания на горке. Но как сочетать такие условия с красотой? Решение есть. И прямо сейчас мы увидим два модных актуальных образа на зимний сезон. Александра Прусос, 5 лет. Талантливая малышка, которая занимается вокалом и уже успела занять первое место на певческом школьном конкурсе. Девочка ответственно относится к творчеству и мечтает выступать на большой сцене. Сегодня Саша впервые показывает образы на телевидении, но она уверенно держится и знает, что все получится. Давайте поддержим ее и внимательно посмотрим на все наряды, которые она нам покажет. Ну а нам с вами пришла пора прощаться. Вы смотрели модное шоу «Лукбук София Принц». До встречи на следующей неделе. И помните, мода уходит и возвращается, а стиль остается навсегда. Будьте стильными. Пока-пока. Все, что вы хотели узнать о стиле, но боялись спросить. Лукбук София Принц.